Здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала. Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 20.02.2020, 20 февраля 2020 года. Хорошая дата. В предыдущей серии по истории одного уездного города Задонска, городка даже, я лишь ознакомила вас с ним, его видами и основными достопримечательностями, а также сообщила в своих наблюдениях, что городок имеет видимые холмы. На дном одна часть города, на другом известный в христианском мире мужской монастырь. Между ними протекает речка, возможно, река Блашири. И Низина – это бывшее русло реки, и оно не засыпано глиной. А вот городок и монастырь и имеют явные засыпы. В процессе фильма мы все увидим по монастырю. Получается, что засып был сверху и направленный. Пока это тоже в пользу моей версии, что глины города заваливали сверху по типу монтажной пены или жидкой глины. Я уже подробно говорила об этом прежде в своих фильмах. Вы, зрители, заметили, что городок, в общем-то, пустой. Людей на улицах нет. Действительно, я как-то даже об этом не думала. Действительно, города, вот такие провинциальные города, они пустеют, но зато процветают так называемые духовные центры. Вы сами видите. Просто все у них там цветет и пахнет, все сверкает. При этом города нищают. Не знаю, связано это как-то или нет, но такая тенденция существует. Вы правильно это все заметили. Главная христианская святыня Задонска оказывается не мать восьмерых сыновей, погибших во время Великой Отечественной войны, а Тихон Задонский, мощи которого здесь хранятся. Святитель Тихон Задонский. И поскольку все взаимосвязано и взаимозависимо, нам надо будет разбираться и с биографией этого Тихона. Кто он такой и почему стал святым в церкви. Начнем со справки, что известно по официальным источникам, которые я проштудировала. Первое. Задонск – город с 1779 года. В России административный центр Задонского района Липецкой области. Задонск расположен в пределах среднерусской возвышенности в живописной местности на левом берегу реки Дон при магистральной автодороге Дон федерального значения Ростов-на-Дону, Москва. В 60 километрах от Липецка население примерно 10 тысяч человек. Не знаю, не знаю, не заметила. До 1779 года на месте Задонска располагалась слобода Тишовска, названная по реке Тишовка, впадающей в городской черте в реку Дон. 21 сентября 1781 года, согласно высочайшему утвержденному докладу Сената об утверждении гербов городам Воронежского наместничества, Задонску был дан герб. Им стала Задоном-рекою построенная башня в Серебряном поле, означающая подлинное положение сего города. 19 марта 1782 года высочайше утвержден был генеральный план застройки Задонска, согласно которому в дальнейшем и формировался архитектурный облик города. Итак, на герб нанесена башня, про церковь ничего не сказано. Башня имела сакральный смысл, иначе зачем она на гербе? Но в официальных справочниках ничего не сказано, какую башню имели в виду. Однако мне удалось найти информацию, что люди здесь жили и в XIV веке, а может и ранее. Почему бы и нет? Конечно, люди жили на земле всегда другое дело, что время безжалостно стирает их следы. А иногда не время, а конкретные товарищи, которым надо переписать историю под себя и обосновать свои права на эти земли при захвате. Ничего нового. Но вся современная история крутится вокруг христианства и его главной святыни – Рождества Богородицкий монастырь и мощи святителя Тихона. И отдельно история главного храма, но чуть позже подробно о нём поговорим. И вот этот святитель Тихон, электрик Тихона, на святитель Тихон, как мы предполагаем многие исследователи, так называемые альтернативщики, что церкви – это были заводы по выработке энергии, но ещё и каких-то прикладных вещей. Так что святители – это, возможно, были осветители, электрики. Второе. Ещё один сайт, ссылка будет в описании, предлагает старинную гравюру, которую мы тоже внимательно рассмотрим чуть позже. Справка. Перед революцией на территории обители находилось шесть храмов. Самый величественный собор в честь Владимирской иконы Божьей Матери – Зимний храм Рождества Пресвятой Богородицы – храм святителя Тихона Задонского. Под колокольней располагался храм в честь святителя и чудотворца Николая, в трапезный – Вознесенский храм, на источнике храм – часовня в честь иконы Божьей Матери – живоносный источник. Также на территории размещались жилые корпуса для настоятелей и братья и монастыря, трапезная, хозяйственные постройки, уездное духовное училище, гостиница, больница, церковно-приходская школа, аптека. Монастырь имел свечной заводик, два кирпичных завода. То есть это целый-целый город, полностью оснащённый, в принципе, всем необходимым. Вот так всё основательно. Третье. Ещё официальный сайт «Задонский Рождества Богородицкий монастырь». И внимательно изучаем реперные точки. Основание. «Задонский Рождества Богородицкий монастырь» был основан двумя старцами с химонахами – Кириллом и Герасимом, выходцами из Московского Сретенского монастыря, принёсшими около 1610 года копию Владимирской иконы Бога Матери, впоследствии прославившуюся как чудотворное. Первый деревянный храм во имя Сретени и Владимирской иконы Бога Матери монахи основали на берегу реки Тишовки при слиянии с Доном. То есть два старца из Москвы и копия иконы. Это начало истории монастыря. Монастыря. Сразу вопрос, как они основали? Что значит основали? Что-то построили? Как? Или шалаш какой соорудили? Пришли, приехали, приплыли. Как добирались? На чём? С каким скарбом? Просто вместо строчек представляем и примеряем на себя, как вы из Москвы вдвоём приедете за несколько сотверст и что-то попробуйте основать. Первый деревянный храм для начала. То есть рубили деревья, что ли, и строили здания. Значит, они были и строители, и плотники. Ну, хорошо. То есть вопросы, вопросы. Далее. Доподлинно неизвестна дальнейшая жизнь основателей монастыря, но принято считать, что они продолжили там служить до конца жизни и были похоронены рядом с храмом, о чём говорит запись в заупокойном синодике. Доподлинно неизвестна дальнейшая жизнь, зато известна начальная жизнь. Основателей монастыря. Принято считать. Хорошая формулировка. Прямо исторический факт. То есть доподлинно ничего неизвестно, но принято считать. Вопрос. Кем принято? Становление монастыря. В 1692 году пожар уничтожил все постройки монастыря, включая, внимание, архивы и имущество. Значит, в 1692 году. Невредимой осталась лишь святыня. Копия икона Бога Матери. С тех пор копия, они пишут иконы, я говорю, напоминаю, что это копия. Иконы стала еще более почитаемой среди верующих. Ну, это цитата. Итак, в 1692 году пожар все уничтожил, все постройки. Весь архив, одна копия иконы чудом уцелела. Ага. Обратите внимание, на этой картинке икона представлена совсем другая. Здесь какие-то два мужчины сидят на иконе, а не Владимирская Бога Матери. Сегодня это раскрученный христианский центр. Однако о нем ничего не было сказано еще в начале 90-х годов. По крайней мере, мои личные библиотеки в книгах «Русь православная» за 1993 год и «Тысячелетие архитектуры Руси», где собраны главные соборы, о Задонском монастыре ни слова. Но некоторые здания монастыря, а именно часовня, мне напомнила Петропавловскую крепость или Адмиралтейство или Андреевский собор в Кронштадте. Ну, посудите сами. Это один стиль в архитектуре. Как за тысячу километров построены одинаковые по стилю здания, имею в виду Задонск и Санкт-Петербург. Кто строил часовню в Задонске, неизвестно, но она построена не позднее начала XIX века. Зачем там часы? Она больше похожа на ратушу, а ратуши – это административные единицы были. Да, кстати, в Задонском монастыре в начале XIX века на территории находилось казначейство. Так что что там на самом деле было? Какой функционал вот этого монастыря – это большой вопрос. Когда я там хоть и бегло осмотрелась, пришла к выводу, что это когда-то был административный центр, может быть завод, но никак не религиозный центр. История с двумя монахами, основавшими монастырь – не более чем очередной миф. Так как по официальным источникам в пожаре 1692 года сгорела все и архив, а следы этих монахов затерялись, и никто не знает, где их могила. Как? Могилы основателей не знают. На территории, кроме главного собора, все здания античной архитектуры. В основном закопыши, хотя это верхняя точка холма. Что еще раз подтверждает мою версию о том, что города засыпались глиной сверху и управляемо. Это не природный катаклизм, а дезактивация после ядерной войны. Все знатоки радиации, которые будут говорить про распад радиоактивных элементов тысячи лет, посмотрите на Чернобыль. Да, там есть еще остатки радиации, да, там и не было дезактивации глины. Город не засыпали. Но, тем не менее, там все цветет, что называется, и прекрасно чувствуют себя животные. Часовня, ратуша, как я ее мысленно назвала, была откопана, и уровень разницы с главным собором заметен. Собор Рождества Богородицы был засыпан, по моей версии, даты 1860-й. На часовне ратуши ангелы с трубами, прям как в Петербурге, и погребальные урны. Я полагаю, что это именно урны, а не светильники. Так она выглядит вблизи, это часовня, колонны, как положено, из бетона отлиты. Задонский Богородицкий монастырь, надвратная церковь с колокольней, гостиничным корпусом. Вот уровень откопа виден хорошо. Еще раз посмотрим. Вот лестница, там вдалеке еще лестница, и еще лестница. Вот это все подоткопали. То есть часовня была также закопана, и вход в нее откопали. Захотелось мне заглянуть вовнутрь. Однако оказалось слишком темно при закрытой двери, и телефон не взял ничего. Вот там какой-то коридор. Но там гостиничный комплекс. Больше ничего интересного. Прежде чем перейти к самому интересному, хочу все-таки показать вам задворки и общий вид вот этого монастыря. Общий вид – это общий вид, но мне хотелось заглянуть, ну, что называется, с изнанки. И вот я вошла, что смотрю, вижу старые постройки. Какие-то из них, может быть, и конца 19 века из красного кирпича. Это, судя по окнам, пристройки слева однозначно современные. И античное здание. Это трапезная. Коты – это непременный атрибут всех мест, где мы бываем. Они обязательно к нам выходят, тех хранителей. У каждого места есть свой код. Вы знаете, когда куда-то приезжаешь посмотреть, ну, приблизительно понимаешь, что будут обязательно эти закопыши, потому что они уже, они встречаются везде. Но нет таких мест, где их нет. То есть там, где были поселения, где были серьезные какие-то постройки, по всей видимости, ну, это война. А я предполагаю, что это именно война, а не просто катаклизм. И была дезактивация. И все это засыпано. Поэтому ходишь, да, видишь эти засыпы, но не понимаешь и не представляешь, что тебе откроется. Вот будет подарок или нет. И вот в данном случае мы сейчас возле усыпальницы Тихона Задонского, потому что мощи были открыты. И в 1861 году его зачислили к лику святых. И как бы мощи были нетленны. Но об этом мы поговорим в третьей части, потому что в этой я просто не успею рассказать о Тихоне. Это надо отдельный разговор делать. И сейчас, собственно говоря, та изюминка, может быть, это не слишком что-то такое впечатляющее, но для меня это было открытие, для меня это был подарок. Вот иду, осматриваю здание, читаем надписи. То, что собор был засыпан, я обнаружила случайно. Вот видно, что есть подвальное помещение, окна, вход основной с большой лестницей. Официально говорится, что у храма три этажа. А так хорошо. Четно пыталась найти хоть какие-то сведения о храме. Чертежи ноль. Храм – точная копия Христа Спасителя. Вот главный храм Владимирский – точная копия Христа Спасителя в Москве, построенного архитектором Тоном. Но уменьшенная копия. Ага. Значит, тон… Кстати, кто смотрел мои фильмы по кроличьей норе, я разбираю матрицу оккупантов и иду по звуку. Так вот, тонны – это тонны. Полутоны – это и звук, и цвет. Некая гамма. Нью – тон. Это новый тон. Это, кстати, Алексей Кунгуров говорил, его находка. Все эти фамилии, мое мнение, псевдонимы, каждому придумана своя легенда и биография. В Википедии тонн очень мне напомнил Аркадия Райкина, не знаю чем, наверное, бровями. Так вот, то, что тонн строил этот собор, нигде официально не указано. Возможно, что он не строил и Храм Христа Спасителя, но речь не о нем, а о нестыковках. Их полно. Так вот, случайно я обнаружила откопанный недавно вход в Нижний Храм. Почему недавно? Потому что даже лестница, времянка из необстроганных досок, настил, а не лестница, откопали вход, который оказался засыпан. Особо поснимать мне не удалось, мельком. Но напротив этого откопанного входа успела увидеть дверь, противоположный вход. Если посмотреть на фото, вид сверху этого храма, двери не видно, она под лестницей на второй этаж. Это боковой вход как бы. И рядом небольшое здание с мощами Тихона, которое мы только что посмотрели. Итак, виден противоположный вход, дверь и два окна. Я так полагаю, что сам уровень, он должен быть еще ниже. Вот эти вот мощные такие опоры, сводчатые, просто мощнейшие стены, они должны еще дальше вниз уходить. И совершенно неизвестно, какой там фундамент. Представляете, какая-то тяжесть и толщина стен этих сводчатых. Это очень старые стены. Я очень сильно сомневаюсь, что это проектировал тон в XIX веке. Очень сильно. И этот нижний храм используют для, ну, для склада пока. Полагаю, что он отреставрирован полностью. Вот этот пол, это современная реставрация, штукатурен. И пока его используют под склад. Возможно, что он был полностью закопан, и входа туда не было. Вот такой подарок меня ожидал. Все-таки, когда приезжаешь, ты не знаешь, что тебя ждет. И был вход открыт, я, конечно, туда зашла. Особо исследовать, что все-таки за грунт, здесь рядом с лестницей, мне не удалось, потому что на меня смотрели, что я там снимаю. И было видно, что они недовольны. Никто, правда, мне ничего не сказал, но я чувствовала на себе эти взгляды. Поэтому я так очень быстро и мельком зашла за основной храм. Вот этот настоятельский корпус. Очевидно, что он тоже закопан. Что-то откопано, что-то приведено в порядок. Вот такой красавчик основной храм. Вообще здесь все очень красиво. И когда-то изначально это было просто восхитительно. Вот видно закопанные окна. Настоятельского корпуса. То есть это было построено до 1860-х годов. И в завершении этой серии все-таки давайте еще раз рассмотрим якобы старинную гравюру, о которой я в самом начале говорила. Я сомневаюсь, что она старинная, однако на ней больше зданий, чем сегодня. Хотя он во время войны как бы не пострадал. И после революции здесь ничего не было разрушено. Но использовались здания, но они не взрывались, они не разрушались. Ансамбль стоит на плоскости на гравюре, а реально это высокий холм. Люди нарисованы несоразмерно, слишком огромные, не попадут в помещение на втором плане. И довольно широкая река, Тишовка. А на сегодняшний момент ее почти нет. Но грунт в низине показывает, что река была шире. Остался как бы вот ил с песком. Вот между вот этими двумя холмами, то, что я успела рассмотреть город и холм, на котором стоит монастырь, здесь как бы ил с песком. Поэтому я предполагаю, что это русло реки, но речка была широкая когда-то. То ли пересохла, то ли еще что. Вот эта низина как раз между двумя холмами, и я говорю, что здесь песок серый. Вот это, я так полагаю, что река вот здесь разливалась. А на сегодня пока все. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Ну а в третьей части мы поговорим о святителе Тихоне, святом Тихоне, и о его тайнах. А еще о нашем Новом Годе. Какой был на самом деле. То, что мне удалось открыть. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Мне всегда очень интересно их читать. Заходите в нашу группу ВКонтакте. До свидания.